Говорить об этом не поздно, потому что то, что внесено в изменения в налоговый кодекс, они будут сохраняться до конца этого налогового года. И парадокс ситуации заключается в том, что такое, скажем так, снижение ставки единого налога возможно не только на период действия карантина. Мы, в принципе, имеем возможность, я говорю те вещи, которые, наверное, будут неприятны как финансовому управлению, отвечающему за наполнение бюджета, так и определенной группе, наверное, депутатского корпуса. У нас сегодня есть все законные возможности дать льготу плательщикам единого налога первой и второй группы. Весь вопрос в том, есть ли у нас такая политическая воля, но, повторяю, этот проект решения, даже вот если, предположим, инициатором его выступаю я, я пишу красивые слова, основанные на нормативной базе государства Украина, все правильно. Но потом этот проект решения должен пройти процедуру согласования у чиновников. И потом не могут написать, ваша инициатива, конечно, замечательная, но из-за того, что вы предлагаете такое действие, бюджет будет несбалансированным. И мы не сможем выполнить ранее намеченные планы. И это будет красивая видмова. Законодатели внесли изменения в налоговый кодекс и дали эксклюзивную возможность органам местного самоправления изменить в сторону уменьшения ставки единого налога. Почему мне кажется это важно? Все мы знаем ситуацию с динамикой закрытия и открытия первое. Это рынки и другие объекты торговли. То есть был исчерпывающий перечень субъектов, которые априори, если они не становились нарушителями законодательства, не могли осуществлять там такую деятельность. Парадокс ситуации заключился в том, что льготу от государства они получили в очень незначительном размере. Это была льгота освобождения от арендных платежей за земельные участки и за объекты недвижимости. Более того, эта льгота была исключительно на март месяц. То есть не работали люди апрель полностью и по сути почти май. Поэтому что должен, мне кажется, был, мог и должен был бы сделать городской совет. Понимая ситуацию, критичность этой ситуации, нужно было бы сделать всем николаевским предпринимателям близкую практически к нулю ставку единого налога. Но для того, чтобы это сделать, естественно, нужно было бы где-то сэкономить эти средства. Но, знаете, это как сообщающие сосуды. Для того, чтобы где-то прибыло, где-то должно убыть. Но парадокс ситуации заключился в том, что то, что должно было бы убыть или то, что должно было сэкономить, назовем, его уже очень классно во время карантина освоили и потратили. Ну, то есть мы с вами видели, скажем так, топовое освоение средств на благоустройство города Николаева. Наверное, это хорошо. Наверное. Но проблема в том, что хотелось бы это увидеть на бумаге. И когда мы с вами классически переходим к разговору о бюджете, то бюджет сложно собрать депутатов тогда, когда кто-то не желает отчитаться об освоенных средствах за какой-то период, показать, что у нас потрачено. И это действительно вызвало бы больше... Вот я готова, как говорится, побиться об заклад, что это было бы больше нареканий, если бы люди прозрачно увидели статьи расходов и статьи потраченных денег.